всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью я сегодня от цыпленочков от моих веду репортаж отсюда и хочу вам рассказать сказать что я расстроилась это вообще ни о чем не сказать цыплятки то не те вернее возможно те но плохие вывод то плохой заметила это я уже позже конечно расстроилась не могу я вам снимала первое видео с ними это было у нас это сутки им было я вот первого числа сегодня у нас 5 число им 5 суток на вторые сутки даже на первые я вам утром снимала к вечеру я уже заметила что что-то вообще не то во первых меня не устраивают ножки они тонюсенькие во вторых аппетит ну ладно я согрешила на корм хоть кстати кстати о корме да чтоб чтобы не забыть я вам обязательно скажу потому что я же начала южной южной короны кормить их вот а когда третьи сутки то начались я смотрю цыплята ввести не прибавляют это что такое то они вообще плохо кушают и начала бить тревогу начала вот связываться с другими теми кто со мной покупал там цыплятки я знаю этих людей вот но сейчас я вам покажу цыплят и сразу буду рассказывать вот мои цыплятки я только что убирала но это ничего страшного сами понимаете они какой без без меры все время значит а здесь у меня уже стоит решеточка а корм у них на данный момент глазовский и слава тебе господи что мы еще тогда кирова не добрались съездим уже вот на этой неделе точно дали нам люди в долг до глазовский корм сразу поменялась сразу поменялся аппетит у них они стали лучше кушать и стали прибавлять весе хотя бы но цыплятки на себя не похожи не те брали рак не те кобы которые были у меня я еще не забыла они ведь у меня еще все в памяти вот смотрите вот как раз вам показываю его вот этот вот подволаковать ногу я сначала думал может где-то повредил нож куда подволаковать нет дорогие мои это не повредил ножку оказывается когда я связалась с теми кто брал то куча целую ножку-то подволакивают вы понимаете у них ни один цыпленок ножку подволакивает и это оказывается это просто как получается дефекты у них дефекты у них с ногами дефекты у них с питанием потому что они едят не так хорошо они вот смотрите они очень активные стекла бы у меня такими не были были намного спокойнее они кушали кушали как или и спали кушали как или спали эти носятся как сумасшедшие вот он с ложкой видите что делается я его конечно уберу потому что я когда решетку поставлю это будет для него вообще финиш и и мой нервная моя система этого не выдержит вот ну что сказать вот значит ну цыплята не все но начала вроде сейчас вот перевела южная корона это полная не буду выражаться здесь не простите меня производители но я больше ее никогда не приобрету не куплю никогда глазовский комбинат совсем другой лучше намного вообще намного лучше и кушают они хорошо я вижу корм у них убывает и вот и пьют они у меня хорошо и все вот значит должны они весить минимум 125 граммов сейчас я вам включу весы сейчас поставлю чтобы видно было так включим весы на 0 сейчас возьму цыплёночка 1 у меня вот он есть один прям с черным пятнышком от кишечек какой вот я его все взвешу я по нему прям смотрю он такой средненький вот видите сто двадцать три грамма это до минимума мы не дотягиваем понимаете мы не дотягиваем до минимума прошлый раз не ни одного раза не было чтоб цыплята не дотягивали все цыплята выше были я просто как бы вот я просто в шоке это еще благодаря тому что я перевела на глазовский если бы не глазовский спасибо большое что у меня его меня вот выручили им если бы не глазовский то вообще как бы я не знаю вот специалист я небольшой в этом деле мое личное мнение я вижу что цыпленок не тут это раз и достаточно того что те кто котельническую купили я теперь уже двоих знаю они недовольны цыплятами недовольны все ну вот могу сделать вывод что что нам продали неизвестно что хочется конечно мнение специалистов кто меня услышит девочки мальчики дорогие мои скажите вырастет из них что-то или нет потому что расстройство у меня одно расстройство понимаете вес который я получила с бройлеров партию кстати я убрала 65 дней видео наверное это вперед выйдет а потом выложу то они у меня уже в холодильнике лежат все уже не убрать и значит самый большой бройлер у меня вышел 6 800 там 6 800 живым весом и 5 почти 200 тушка вот ну в общем я думаю что не выдержат их ноги и такого веса не знаю я значит я значит что я позвонила конечно еда то где брала цыпляток сказал что я недовольны цыплятами она вроде на меня в ну с таким в крик да что вы вот это же чистые кобы я говорю вы мне не рассказывайте она вроде длину говорит что у меня вот есть паспорт там все на них как бы вот и дыды 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 до меня меньше всего волнует то что есть у вас паспорт я вижу то что у меня есть на руке цыпленок который и бы хуже намного это тех что у меня были и я знаю что и другие бы люди не стали жаловаться ну что ж я одна что ли нет я не одна еще у нас плюс два понимаете а это ведь сколько еще пока те ничего мы не знаем кто взяли у нас и может быть тоже недовольные вот она ну я говорю может у вас по яйцо какое-то поддельно я подумала может быть яйцо какое-то поддельно ну попросила не буду говорить кого специалиста это точно специалисты они занимаются профессионально переслала им вот этот паспорт который она мне дала они подтвердили что яйцо действительно хорошее чешское не сказали что яйцо это хорошее и и оттуда они уже это брали вот но значит они сказали что проблема в инкубации раз такие дела конечно они это предположили потому что естественно ни один специалист просто так утверждать не будет так как он это не видит да и не знает конкретно но предположение того что дело в инкубации они вот это сказали скорее всего неправильная инкубация были ошибки раз еще и с ногами проблемы и не тем более не только у меня я позвонила узнала сколько вы занимаетесь этим они ведь мы первый год все вот дорогие мои я попала опять как кур в ось думала что возьму здесь у них очень чисто я пришла такая довольна была у них такая вентиляция стоит чистота порядочек у них такие коврики все об этом самостоятельно при входе до что туда чтобы не занести инфекцию супер мне очень понравилось ну вот видите понравится одно а видеть вот то что происходит происходит это другое вот то что у меня значит я получила это совершенно две разные вещи и то что вы жара не могу это что значит я увидела не посоветую там братья и сказала конкретно я больше не возьму из не посоветую но не знаю вот расстройство у меня есть не сплю не ем очень сильно я расстраиваюсь из-за этого надеюсь что мы под выправимся но и дельные советы выслушаю от вас от всех скажите может чем-то кроме антибиотиков антибиотиками поить на отрез отказываюсь посмотрим как эти ту партию вырастила всю без антибиотиков на этом и разрешите откланяться всего вам самого хорошего если понравилось видео то ставьте лайки не забывайте подписываться на мой канал с вами была ваша татьяна пока пока